здравствуйте как у вас новый год прошел я как всегда легла вечером в 11 спать утром 7 часов проснулась как обычная ночь прошла как обычный новый год и в прошлом году также встречала утром пошла сегодня в 11 на дачу народу прилично ходит много народу ходит женщины все трезвые мужики все пьяные на даче побыла пришла сюда на кухню села думаю запишу вам ролик видела возле 16 дома милиция утром стояла вечером возле 12 стояла милиция у меня такие мысли думаю чего то они сегодня носятся может думаю что случилось новый год обычно или обморозятся или перебьют друг друга или пожар устроят подожгут этими петардами или еще что-нибудь у меня законом были с этими милициями были стычки я их недолюбливаю вообще такие к ним чувства очень и был у меня случай в прошлом году и в позапрошлом году одинаковые случае это почти в позапрошлом году зашла в магазин за хлебушком на прилавке телефон чужой чей-то был я свой достала посмотреть время потому что было без пяти час думаю закроется магазин то и положила куда-то и отошла к другой к другому прилавку продавец кричит женщина ваш телефон то заберите а я без очков тоже не вижу очков то не было у меня я взяла телефон то думаю то что мне купить у меня мысли это заняты что подсчитывая потому что он обсчитывает же постоянно на 50 на 60 рублей я подсчитываю заранее что купить и сколько чего стоит и меня мысли заняты подсчетами я этот телефон взяла в рюкзак и стою дальше а там впереди очередь простояла 20 минут пока моя очередь подошла купила хлеба да пошла домой дома опять не не спохватилась а тесто еще был нормальный здоровый я его накормила напоила все тут убрала и пошла на дачу жила то там еще он еще не было у него инсульта на даче спохватилась сумки то так телефон то не мой и он главное не звонил хоть бы позвонил она оказывается я уже потом узнала она оказывается с похватилась через три часа и прибежала сюда в магазин сначала ночью искала она не знала даже где каком магазине оставил по всем видимо бегала местам и в магазине это сказали что я здесь живу вот в этой квартире она сюда пришла меня уже здесь нету она начать пошла туда на дачу а я уже написала в одноклассниках объявления прибегает парень на машине на черный приехал и она приехала на белой машине я ее она через забор а у меня собаки алабай большие она так через забор то маленький там же у меня дорога выше а усадьбы ниже она через забор рукой и машет не иди сюда иди сюда на меня я говорю вышла что что хотите она давай мой телефон я говорю вы кто во первых представьтесь и какой телефон расскажите мне она ничего не говорит давай мой телефон давай я круто парень живут еще напишите тоже искал бегу они парень тоже мне тут я нанимала их кое-что по хозяйству сделать он этот телефон то тоже потерял но у него то он разрядился он не мог позвонить то на него я бы это почему не позвони говорю найдешь его он говорит он не разрядился ну он-то потом нашел я потом ему позвонила давно зарядил я позвонил он нашел в другом месте видимо пьяненький был да где-то забыл его а это то наглое я говорю час милицию пойду я говорю но иди пожалуйста твое право она побежала значит милицию через час милиция приезжает меня с яначит вы что полураздетая март месяц был холодно снег везде лежал я вышла то просто спросить в чем дело думаю может быть они мне объяснят представиться объяснить расскажет как звать какой номер какой вид телефона ну все такое они ничего начни не говорят значит приехали два мента и вот это сама вот это потерпевшая как звать ты не помню теперь девчонка молодая лет двадцать пять и значит меня у меня дверь открытая печка топится ворота открытая собаки бегают привязанная привязанная была я привязала потом она значит они меня вот так под руки схватили в машину а там в гору надо тащить то в гору меня затащили в машину я ногой то ударилась об нища я здесь такая шишка была на ноге ты кровь очень синяк такой там кровь и запеклась и значит увезли меня а телефон то я дома не стала заносить его в забор вот так воткнула его в забор и уме так заборе лежал и значит они начали звонить нашли его меня увезли насильно все открыто настежь шарились здесь в квартире шарились отца отец открыл ему им квартиру они прошли на балкон все шкафы все шторы все везде все 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 прошарили на балконе отца напугали тез говорит они там бомбу подложили иди говорит меня записано все на телефоне видео я потом начальнику милиции показывала видео у меня записано и когда они меня тащили под руки все записано они я потом пошли поехала жаловаться после этого в общем завели дело 158 это хищение похитила похитила я говорю где это похищение то это я нашла его со слепу не разглядела да не разобрала вначале потом тоже я его пыталась вернуть написала объявление даже вы сами не стали представить не представились и не описали какой он из себя этот телефон белый черный красный белый желтый или какое-то название хотя бы сказали марку самсунг там и android или iphone или какой там там же написано название ничего этого не сказали же а если я буду каждому по объявлению каждый прибежит 10 человек 7 телефона отдавать что же неправильно это у нас так не положено составили статью дело завели я значит ничего доказать не могу мне значит предлагают адвоката но я взяла думаю она мне поможет она с меня деньги потом уже сказали это был бесплатный ну как государстве она потом высчитались меня все равно деньги с пенсии позже уже месяца через три-четыре с пенсии высчитали вот какой у нас адвокат бесплатные государственные я время не надо адвоката зачем мне я сама говорю как адвокат ну в общем я суд потом был через два месяца на суде дали мне значит общественные работы 200 часов отрабатывать ходила я по дорогам потом походила месяц заболела а летом было не я заболела то отец заболел там не инсульт у него приключился я тоже болею я терплю уж те таблетки пью семья там спина болит и давление походила бумажки нового с этим с дворниками тут у нас дворники на меня к ним поставили я с ними ходила но мы там бумажки до бутылки собирали ну маленько походила месяц это месяц значит по четыре часа по 8 нельзя это было ну где-то 100 часов еще оставалось 100 или 80 80 оставалось не главное это не главное у меня отец инсульт заболею суть случился у меня заболел я значит ходи ходить на работу не стала куда я пойду я сидела за него полгода потом только лучше достала через месяц совсем получит осталось так то он вообще как овощи был опять суд они меня опять на суд вызвали я суд я уже другой я говорю я работать не буду они мне значительно у меня отец сидеть надо они мне значит полгода отсрочки дали через полгода прошло полгода я эти 80 часов пошла дорабатывать а до этого перед тем как я пошла эти 80 у меня меня позвали летом в июле на завод и у меня получилось так что нельзя отказаться но позвали на завод поработать там недолго на один месяц на время отпуска попросили на время отпуска там месяц поработали думаю похожу месяц помогу девчонки заболели к видам 1 заболела другая в отпуске там мне дети приехали внуки издалека она не могла никак на работу думаю помогу месяц и получилось что не месяц а три месяца заказ то делали там большой заказ получился три месяца и не значит эти приставы пришли по соседям характеристику меня брать а я в тик токи выкладываю ролики то они значит увидели меня в тик токи и сделали такой вывод по этим моим роликом что я пью что деньги отца забираю купила дорогой телефон на какие деньги все соседи написали что это неправда не подписывать не стали вранье они значит сказали она не пьет она за ним ухаживает работает деньги зарабатывает пенсию получает почему бы и не купить телефон новый в общем они ушли эти приставы и как они там называются инспекторы не приставы а инспекторы исполнительные уфы уфмс вот эти и значит все характеристики все соседи дали мне хорошую характеристику они то хотели плохую получить так ничего у них и не получилось я значит не долго думаю на этих на ментов которые меня под ручки утащили в машину все зимой все в тапочках было сланцах в резиновых без головного убора когда меня увезли туда в район там посидела да да обратно увезли возили вот так туда сюда возили тут пугали меня что посадим ну давайте садите что вы сделаете ничего не сделать и я говорю никого не не обворовывала никуда ней в карман никому не не залазила в сумку не заводил квартиру не залазил никого не воровала нить просто со слепу нашла телефон но все равно им это не подходит статью так такой статьи нету в общем хищение похитила похитила и похитила ну ладно похитила похитила и значит я на них заявление что они меня что они меня пытали написала пытали холодом как зою космодемьянской но я пришла к начальнику милиции говорю они меня пытали говорю холодом как зои космодемьянскую я говорю эти ваши полицаи он смеется они там все смеются на меня увидят в атаку прячется смеются я говорю ваши начальнику милиции говорю ваши говорю подчиненные еще войнушку не наигрались видимо раз они такими методами выбивает показания какие-то признания какие-то я никогда не признаюсь я сия не воровали и не признаюсь в этом я буду стоять на своем нашла нашла все вы нашли у меня и побегали не станет почему не стала отдавать а я говорю а вы жирные бегаете ищите отрабатывайте свой хлеб похудеете может что-то я буду тут на блюдечке подносить ищите но они нашли в заборе он как был заборе он так и пролежал забор собаки привязаны они еще отбивались от них лопатой у меня лопата стояла убираю за собаками то написала заявление на них прокурору прокурор значит через месяц мне отправили ну как письмо что дело закрыли что нет состава преступления потому они нам написали их вызвали прокуратуру всех вот этих ментов они написали что я была одетая что они меня не трогай пальцем а когда я показала видео с телефона посмотрел начальник то милиции то и прокурор посмотрел и если нет на суде я не показывал суде на суде так поверила у меня вот есть могу показать а ну все верим не стали даже смотреть и значит отказание я второе заявление пишу говорю 286 статья превышение этих служебных своих полномочий вашего милиция превышенного вашим они наш второе заявление приняли прошло уже год я значит не могу поехать у меня работа на заводе у меня отец лежит не могу поехать звонила телефон отключение дали номер сначала один раз успела позвонить они сказали мне ну и съездил один раз как-то успела летом было так на машине на попутны быстренько за час они мне сказали дело отправили мое заявление отправили в области ждем с области значит это ответа прошел год никакого ответа нету вот надо сейчас зима пройдет время будет после праздников наверное съезжу еще узнаем немножко погодя через год опять же в марте опять милиция ко мне приезжает с видеозаписью с магазина с видеокамеры друг другого магазина в чем дело быть на вас готов заявление поступило продавцов продавцы утверждают что я у них там колбасу украла я бы ну это уже не смешно я вообще во первых не ходила магазин во вторых я колбасу и не ем мы не едим и и не и без бесплатно отдаваем и я и не возьму только что как собакам если да я не буду воровать для собак я им кости кости беру у меня и нового тушенка и значит они а еще носки носки простые там какие-то не знаю простые непростые не видела же ей ну сколько они там стоят но около 100 рублей может может даже 50 не знаю я участковому говорю ты учу смеешься во первых говорю не до тысячи рублей уже это еще и не дело не заводится нет они меня по видео камеру видео запись вот вы вас камера с магазине сняла я смотрю буду покажите они мне показали я смотрю женщина совсем другая не я ну в такой же куртки как у меня зеленая такая курточка и значит говорю так а вы как вы смотрите так вы это же не я на видео то вы что не видите это голову подняла на там и на меня походит но не я же это походе но не я говорю они поехали в магазин магазин приехали продавцы сказали это не она я записала на камеру говорю в суд буду подавать на видеозапись говорю они мне так прямо в камеру сказали это не вы она не было мы ее не видели была совсем другая пониже и все прочее ну и совсем другая и он участковый то сказать то я говорю я на тебя опять буду писать в третье заявление буду на тебя писать он такой не пиши не пиши пиши на продавцов мы не виноваты мы это куртки то у вас одинаковые же мы вот потому и вот и к вам приехали 10 минут буквально они меня туда-сюда свозили и вы везите меня туда-обратно грамме печка опять он уже сразу такой хорошо хорошо вы на меня не жалуйте второй раз уже говорит что вы на меня не жалуетесь я же премию то он ему и премии ничего не будет и повышение ничего же не будет от моих заявление жалоб и он такой на продавцов пишите и уехали и все и тишина опять полгода тишина значит они там разобрались что-то не я была я не сказала я бы я знаю эту женщину ищите бегайте вы жир свой лишний раз встретите вот такой такие у меня были стычки и вот теперь поеду после праздников узнавать и это дело не оставлю потому что если я буду так сидеть ничего не изменится надо их все равно по 286 привлекать потому что они уже наглеть начинают думают ну бабка старая ничего не понимает может быть я и не понимаю но я напишу заявление пусть один понимающие образованные пусть они это все доводят следователи прокуратуре пусть доводит до логического конца на второе заявление у меня не было еще ответа и если не будет на второе напишу 3 а вы как думаете мне поступить я думаю что надо добиваться а я желаю вам благополучия не болеть после нового года сохранить свои финансы и с здоровой головой выйти на работу чтобы все хорошо было и весь год у вас был такой как вы его встретили как встретили у него надеюсь весело и хорошо пока до свидания пишите отзывы мне надо было высказаться я что и сделала а сегодня у нас 1 января 22 год год тигра до свидания